Реал Бодрит На полках сотни наименований непроданного товара, а у предпринимателей миллионы сгоревших нервных клеток. Хочется помочь кому-то, тем самым помочь магазину, тем самым помочь экономике Украины. Здравствуйте. Добрый день. У вас дозвол есть? У нас есть дозвол. Закон Украины дозвол называется. Точнее, инспектор Фрейма. Не, я разумею, но просто это мы ее повезем. Да, это программа «Советчик Френкель». Можно с вами посоветоваться? Можно. Мы программа «Реал Бодрит». Мы приехали сюда к вам для того, чтобы повысить продажи магазинов. Все же находится в разных отделах. Не всегда удобно ходить и искать. Мы предлагаем собрать наборы, которые будут изначально уже нужными. Например, первое свидание. Человек идет на первое свидание. Вот оно стоит уже. Шампанское, носопеты, презервативы и конфеты. Даже в рифму можно так набор называть. Шампанское, носопеты, презервативы и конфеты. Пойдет. Пойдет. А на пятое свидание без носков? Чуть-чуть дешевле. Чего? Без носков. Чего? Ну, уже все. Уже моя. Зачем носки? Пусть станет. Это уже пять пар купил до пятого свидания. Сколько можно? Тем более, мы же покупаем. Мужчины как покупают носки? Купили, одели и не снимают, пока они не сотрутся и не исчезнут. Женский набор. Вот тут вы должны мне подсказать. Мы берем всех сладостей по чуть-чуть. И к ним лепим чай для похудения. Такой набор не подходит? Почему? Ну, как вы гадаете? Женка будет такие куплять? Она же все равно точно так и покупает. Просто бегает по всему магазину, собирает. Ну, так, но в наборе я сомневаюсь. Набор, думаю, это не пойдет. Хорошо. Набор детский. Для детского праздника. Циферка-свечка. И цепляем к нему еще семь бутылок водки. Взрослые же покупают этот набор. Что, не пойдет такой набор? Нет. Вы с ума сошли? Мы в другом магазине таких уже шесть штук продали. Просто за несколько минут. Еще набор рыбака. Просто свежая рыба и какая-то иголка, чтобы поштрикать себя, как будто бы он был на рыбалке, комары как бы покусали. Собор любимой тещи. Это все товары, которые подошел срок годности уже. Это смешно, но так я же не буду продавать. Вы плохо знаете мужчин, а говорили, хорошо в мужчинах разбираетесь. Ну и вы думаете, они будут купляться для тещи? Давайте проверим. Есть товары, в которых срок годности подходит? Нет, нет. Есть ли в магазине товары, у которых подходит срок годности? Ну, ясное дело. Да? Мы предлагаем, чтобы эти товары лучше продавались, собрать все товары, у которых подходит срок годности, в один набор, который будет называться подарок тещи. И вы это купите? И тещи? Мне для тещи ничего не жалко. Каждые три дня можно купить все. Можно мясо все скупить и изолентой подарок тещи. Вы приходите, все собрано, аккуратно лентой перевязано. Набор любимой тещи. Там все продукты, которые срок годности уже подошел. Вы взяли, понесли. Причем выбираете, они разные собраны. Главное, на следующий день вовремя уехать. О, видите, вы женаты? Да. Давно? Три года. Тогда для вас набор, который называется «Рыбак сказочник». А что это? Вы на рыбалку ездите? Да. Значит, на обратном пути, не теряя ни секунды времени, вы просто заезжаете в магазин, хватаете набор, который состоит из живой рыбы. Вы понимаете, почему? Совершенно верно, я не знаю. И иголочки поколоть себя, как будто бы комары покусали. А зачем? Жена, не, не, рыбы хватает. Рыбы хватает, да. Косар великий. Тогда этот набор будет называться «Набор «Наивная жена». Набор «Веселое воскресенье». Мы берем бутылку пива и приматываем к ней бутылку пива покрепче. Ну, то, что лечит в воскресенье. Мужской такой наборчик в воскресенье. Вот, и стаканчик. Чистый. И чистый стаканчик. Бо посуда будет не помыта после этого. Серьезно? Ну да. Ну вот. Набор будет называться «Ахты Карпаты». Туда входит пиво, рыбка. Все это сматываем изолентой. И сверху аккуратно выкладываем валидол. А валидол? Они плохо играют. Ааа. Ну, у мужчины слабо сердце. Пойдет такой набор? Ну, согласитесь, такое будет продаваться. Да. И лучше, и люди будут приходить не рыскать по магазину. Здесь же как? Надо все удобно расставить и так далее. А тут ты пришел, хотел себе соус помидорный. И взял набор шашлык. Водка, соус, рыболовные снасти там запутать. Потому что пьяный мужчина должен запутать рыболовные снасти. Все это собрали в один. У вас же здесь супермаркете есть еще сверху какие-то бытовые отделы? Да. Объединяйтесь. Объединяйтесь, чтобы собирать вот такую красоту. Вы же консультант? Да. Какой самый дорогой коньяк в магазине? Там стоит. Есть такой набор у нас в предложениях. Этот набор называется набор безвкусицы. Берешь коньяк за 700 рублей, колу за 12 и пластиковые стаканы за рубь. Сейчас мы найдем, что продается хуже всего. Мы сделаем из этого самый популярно покупаемый набор. Да, масло полезная для человечества штука. Берите его с собой и пошли дальше искать еще, что плохо продает. Масло расторопши, кофе это нужно обозраться. Как вы думаете, вместе это бы покупали? Конечно. Вашему вниманию представляется набор женский. Он не пришел, а я растерлась маслом и продолжаю ждать. Десерт используется для того, чтобы накрыть стол. Кофе, чтобы не заснуть, пока его ждет. Ну и масло расторопши. В смысле, рас... Ну, вам понятно. В общем, назовем этот набор для всех женщин, которые не уверены, что мужчина сегодня придет. Да, подходит? Подходит. Отлично. А где кто-нибудь, там, администратор или кто-то, кто принимает вот решение по магазине? Главное на смене. Какие решения? Ну, вот, например, по созданию таких наборов. По созданию наборов. Вы? Решено? Вам оставят список наборов? Конечно. И мы приедем завтра посмотреть, как сложены акционные наборы? Обязательно, наше новшество. Пошло в народ, наше новшество. Я передаю вам список. Попробуйте. Попробуем обязательно. Не, как говорят в Киеве, не забейте. Да, все. Все, спасибо вам огромное. Хорошей торговли. Приедем к вам, скоро проверим. Наборы пойдут, уверяю вас. Вы станете самым успешным магазином в Украине. И первым, куда Реал Бадрид приехал и начал подъем Украины. Эти руки будут собирать наборы уже очень скоро, продавать их и приносить деньги в казну. Всего доброго. Спасибо.